В борьбе с эндогенными пожарами на Коркинском разрезе наступил переломный момент. Если раньше угольное месторождение было главным загрязнителем воздуха в регионе, то сейчас об экологической катастрофе уже ничего не напоминает. На этой территории был большой очаг самонагревания, который негативно сказывался на город Коркино и поселок Роза. Вместе с Копейским ВГСЧ на территории разреза уже локализованы более 45 тысяч квадратных метров площади зон самонагревания. Сотрудники РМК совместно с МЧС проделали по-настоящему титанический труд. На данный момент все эндогенные пожары на территории опасного объекта локализованы. Когда промрекультивация пришла на Коркинский разрез, работникам пришлось начинать с нуля, ведь вся инфраструктура была заброшена и выведена из строя. В начале нашей деятельности остро стал вопрос по подаче на предприятие электроэнергии, по обеспечению энергоснабжения. Людям даже не было где погреться, сидели с печками-буржуйками, обогревались от буржуек. Подачи воды осуществляли мотопомпами. Все было восстановлено. Восстановлены три подстанции, восстановлена насосная станция, понтоны опрессованы, все подняли ее на воду. Приход русской медной компании на Коркинский разрез создал новые рабочие места. Сейчас на объекте трудятся только местные жители. Многие всю жизнь добывали уголь на градообразующем предприятии, а после закрытия компании несколько лет не могли найти работу по специальности. Отработал я на этом разрезе 17 лет. Вплоть до закрытия работал в бывшей Челябинской угольной компания, которая прекратила свое существование. Сидел дома без работы, не было работы. Ну и тут появилась русская медная компания, которая занялась рекультивацией разреза. Вот уже сколько времени засыпаем пожары, рекультивируем. Все-таки сам даже по себе скажу, что воздух становится в городе намного чище. Несмотря на то, что эндогенные пожары локализованы, велика вероятность появления новых очагов. Чтобы избежать этого, нужно полностью перекрыть доступ кислорода к угольным пластам. В русской медной компании разработан масштабный проект ликвидации разреза. Его планируется заполнить закладочным материалом, изготовленным из хвостов Томинского ГОКа. Вместе с ликвидацией пожаров это позволит повысить устойчивость бортов разреза. В результате на месте угольной выработки появится настоящее озеро.